Друзья, День Победы это особый для наших народов праздник. Это праздник, который мы совместно отмечаем вот уже в течение 69 лет. Другого такого, столь великого и столь выстраданного праздника у нас нет. И надеюсь, никогда не будет. 9 мая стал днем торжества несгибаемого духа народов некогда единого государства. Беспримерная доблесть граждан наших государств, стойкость и патриотизм позволили одержать общую победу над фашистскими захватчиками. Обеспечили право грядущих поколений на мирную жизнь на долгие годы. Измерить тяжесть испытаний, выпавших на долю военного поколения, практически невозможно. Подвиг советских солдат – это эталон служения идеалам свободы, справедливости и добра. А подвиг тружеников тела – это образец самоотверженности. Невыносимо больно и горестно видеть, как при попустительстве и молчаливом согласии ряда западных стран в Европе снова возрождается из пепла националистическое, а по сути коричневое движение. Вызывает сожаление, что уроки истории некоторых так ничему и не учат. Мы сегодня обязаны сплотить наши усилия в противостоянии непозволительным попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. Наша святая задача – делать все возможное, чтобы память о великом подвиге наших отцов жила вечно, чтобы не допустить повторения трагических событий тех лет. Братская дружба между нашими народами, закаленные в годы суровых военных испытаний, составляет незыблемую основу российско-армянского союзского партнерства, устремленного в будущее. Низкий поклон ветеранам, которые даровали нам свободу от нацизма. Вечная память воинам, павшим смертью крабрых на поле боя за свое Отечество. Вечная память всем мирным жителям погибших от рук фашистов. Дорогие ветераны, уважаемые друзья, я от всего сердца поздравляю вас с нашим великим праздником, с Днем Победы. Желаю вам, вашим родным и близким, здоровья, доброго здоровья, крепости духа и долгих лет жизни. Да здравствует Великая Победа! Слава солдатам-освободителям! Ура! Ура!